Уважаемый зритель! Для начала подпишитесь на данный канал и поставьте лайк! Спасибо! Сашу Северного на бандитской сходке лишили звания вора в законе. Он долгие годы считался негласным хозяином криминального мира Тверской области. Вора в законе, и те, кто вернулся в Россию, и те, кто оставался здесь, преимущественно славянские гангстеры, с конца апреля постоянно проводят сходки, на которых обсуждают дальнейшую стратегию действий, а также сводят счеты с врагами. Пока этот процесс обходится без кровопролития, но оперативники полагают, что это ненадолго. Жертвами этого массового сведения о счетов стали легендарные в криминальном мире личности. Как рассказал источник разбалта в правоохранительных органах, недавно масштабную сходку провел вор в законе Сергей Волков по кличке Волчок. В ней среди прочих приняли участие также гангстеры Юрий Пичугин, Пичуга, и Василий Христофоров, Васа Воскрес. На мероприятии законники приняли решение приостановить воровские полномочия одного из самых известных славянских мафиазий 55-летнего Александра Северова, Саша Север, за плечами которого 10 судимостей. Именно ему в свое время певец Михаил Круп посвятил песню «Владимирский Централ», в начальном варианте которой припев должен был звучать не «Ветер Северный», а «Северный Шрот и Северный». По данным источника агентства, на сходке Северу был поставлен в упрек отход от воровских традиций, в частности, несколько интервью телеканалам. Также Волчек высказал недовольство тем, кому Северов направляет часть денег и запчика. Стоит отметить, что между Волчком и Севером уже несколько десятилетий складываются весьма непростые отношения. Зона влияния обоих распространялась на Тверскую область. Долгие годы негласным хозяином местного криминального мира был Северов. Волчок его позиции пошатнуть никак не мог. В результате он на время перебрался в Краснодарский край, но вынужден был уехать из этого региона, поскольку там завели на него уголовное дело. Возвращение Волчка в Тверскую область ознаменовалось приостановкой воровских полномочий Севера. О решении сходки уже проинформировано большинство влиятельных славянских воров в законе, в том числе и Алексей Петров, Петрик, а также положенцев Тверской области. Последним заявлено, что они не должны больше воспринимать Северова как вора в законе. Аналогичные послания в места лишения свободы участники и сходки пока отправлять не стали. Саша Северный, Александр Северов, Александр Валентинович Северов родился в 1951 году на одной из зон Саранской области. Мать его отбыла 40 с лишним лет за мошенничество. Его криминальная жизнь объясняется статусом в семье, как сам гордо заявляет Север. Мать сидела 44 года, сестра 22, отец 27, я – 29 лет. Сам Александр Северов имеет 8 судимостей по различным статьям. Он – хулиганство, кража, разбой, подделкой документов, хранение наркотиков и оружия. Он отбывал наказание в самых страшных и жестоких зонах страны, но от этого его воля нисколько не пошатнулась, и он продолжал вести свой промысел. У Севера двое сыновей, оба находятся за решеткой, отбывая наказание по разным статьям. Одному сыну осталось сидеть полгода, второй только начал проявлять себя как преступный элемент. Северов 25 лет женат на Галине. В браке у них родился сын, но Галине пришлось воспитывать еще и первенца Александра. Она сама говорит, что ей очень не хотелось, чтобы дети чувствовали постоянное отсутствие отца, и она прилагала все усилия, чтобы семья была похожа на полноценную. В последнее время Северов стал несколько нарушать воровские законы, а потому криминальные авторитеты уже не раз поднимали вопрос о снятии с него титула вор в законе. Среди претензий, чрезмерное употребление сильных наркотиков, Север заявляет, что в тот момент испытывал сильнейшие боли, которые можно было сбить только запрещенными препаратами. Также преступный мир недоволен тем, что Северов подал в суд на возмещение ущерба из-за отказа освобождения по амнистии, где законник выставил себя пострадавшим, что категорически запрещено воровским кодексом, свод правил для криминальных элементов. Также недовольны были подельники Северовым за то, что он давал свидетельские показания против Тверского смотрящего. Очень недовольны авторитетой Северовым также потому, что он возгордился и стал считать себя телезвездой, выставляя весь криминальный мир на показ и возвышая себя среди остальных. Так, в прошлом году Александр позволил себе выступать перед одним из каналов ТВ в наркотическом опьянении, рассуждая о прелестях жизни и моральных устоях за колючей проволокой. И вот телепередача «Русские сенсации», наверное, тоже не останется незамеченной, ведь в ней Север поведал все секреты преступного мира за решеткой. Легенд воровского мира оставили без имени и штаб-квартиры в России вернулось около 50 воров в законе. Еженедельно криминальные генералы проводят сходки. На одной из них был приостановлен воровской статус легенды русской мафии Александра Северова по кличке Саша Север. Криминальный мир после длительного затишья, связанного с проведением Олимпиады, вновь оживился. В Россию из-за границы вернулось около 50 воров в законе. Почти еженедельно криминальные генералы ведут разборки друг с другом и проводят сходки. На одной из них был приостановлен воровской статус легенды русской мафии Александра Северова по кличке Саша Север. Именно ему в свое время была посвящена песня «Владимирский централ». Как рассказал разбалту источник в правоохранительных органах, еще в 2013 году сотрудники спецслужб провели разъяснительные беседы с лидерами криминального мира, во время которых объяснили им правила игры в связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Ворам в законе было рекомендовано покинуть пределы России на длительный период. В противном случае им было обещано, что как только оперативники заметят проявление активности со стороны того или иного гангстера, проведение сходок, разборок и т.д., он тут же под любым предлогом будет отправлен в СИЗА или насильно выслан из РФ, если это гражданин другой страны, с запретом возвращаться на длительный период. Большинство воров в законе предпочли в такой ситуации перебраться в Европу. Те же, кто остался, старались вести себя тихо и незаметно. Нарушителей неписанного правила задерживали. По словам собеседника агентства, недавно запрет на воров в законе прекратил действовать, и они начали возвращаться в Россию. Только за последнюю пару недель было отмечено появление в РФ около 50 законников, с 2013 года находившихся в Европе. Также на возвращение криминальных генералов сказалось принятой властями решение ликвидировать подразделения МВД РФ в федеральных округах. Большинство успешных задержаний воров в законе в последние годы проводило ГУ МВД по ЦФО, больше этой структуры не существует. Воры в законе, и те, кто вернулся в Россию, и те, кто оставался здесь, преимущественно славянские гангстеры, с конца апреля постоянно проводят сходки, на которых обсуждают дальнейшую стратегию действий, а также сводят счеты с врагами. Пока этот процесс обходится без кровопролития, но оперативники полагают, что это ненадолго. Жертвами этого массового сведения о счетов стали легендарные в криминальном мире личности. Как рассказал источник разбалта в правоохранительных органах, недавно масштабную сходку провел вор в законе Сергей Волков по кличке Волчок. В ней среди прочих приняли участие также гангстеры Юрий Пичугин, Пичуга, и Василий Христофоров, Васа Воскрес. На мероприятии законники приняли решение приостановить воровские полномочия одного из самых известных славянских мафиазий 55-летнего Александра Северова, Саша Север, за плечами которого 10 судимостей. Именно ему в свое время певец Михаил Круп посвятил песню «Владимирский Централ», в начальном варианте которой припев должен был звучать не «Ветер Северный», а «Саша Северный». По данным источника агентства, на сходке Северу был поставлен в упрек отход от воровских традиций, в частности, несколько интервью телеканалам. Также Волчек высказал недовольство тем, кому Северов направляет часть денег из общика. Стоит отметить, что между Волчком и Севером уже несколько десятилетий складываются весьма непростые отношения. Зона влияния обоих распространялась на Тверскую область. Долгие годы негласным хозяином местного криминального мира был Северов. Волчок его позиции пошатнуть никак не мог. В результате он на время перебрался в Краснодарский край, но вынужден был уехать из этого региона, поскольку там завели на него уголовное дело. Возвращение Волчка в Тверскую область ознаменовалось приостановкой воровских полномочий Севера. О решении сходки уже проинформировано большинство влиятельных славянских воров в законе, в том числе и Алексей Петров, Петрик, а также положенцев Тверской области. Последним заявлено, что они не должны больше воспринимать Северова как вора в законе. Аналогичные послания в места лишения свободы участники исходки пока отправлять не стали. Постоянные сходки проводят и вор в законе Эдуарда Сатриан, Эдика Ситрина. По возвращению в Россию он сформировал свой клан законников, в котором, в частности, можно выделить таких гангстеров, как Олег Мухамедшин, Муха, Виктор Панюшин, Пан, Константин Борисов, Костыль, Владимир Озерский, Зюзя, Элбуджа Туркадзе, Гуджа. Причем число членов этого клана растет с каждым днем, и он грозит стать весьма мощной структурой в криминальном мире. Так, в последнее время осетрину можно часто заметить вместе с чеченским вором в законе Исламом и Гильдереевым, Ислам Большой. Ислам в свое время был коронован одним из самых влиятельных мафиази Асланом Усаяном, Дед Хасан, а после того, как последний был убит снайпером, облюбовал штаб-квартиру наставника, ресторан Старый Файтон на Большой Никитской улице. Именно у дверей этого заведения киллеры застрелил Усаяна. Последний год Ислама Большого можно было встретить в Старом Файтоне чуть ли не каждый день. Но теперь ему придется искать другое место для бесед. 19 мая ресторан был окончательно закрыт. Все вывески с названиями заведения завесили, а двери опечатали. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо.